Итак, добрый день, еще раз, уважаемые слушатели, позвольте вашему вниманию представить как раз-таки сегодняшнюю тему, это технологии патриотического воспитания личности в современном образовательном процессе. Итак, давайте с вами начнем. Мы с вами прекрасно понимаем, что такое технологии, но все-таки, если вдруг не слышали, хотелось бы окунуться в понятие технологии, кто-то, наверное, подчеркнет определение технологии, как, например, описывал всем известный педагог Селевко, либо, например, возможно, кто-то вспомнит слова как раз-таки других педагогов, но суть одна. Мы понимаем, что это своеобразная, так скажем, как раз-таки техника ведения образовательного процесса. Если мы понимаем с вами и КТ-технологии, здоровье-сберегающие технологии, технологии критического мышления и так далее, то, конечно же, осознаем, что в рамках вот этого специального как раз-таки ракурса технологии, ну, например, критического мышления, мы должны с вами образовательный процесс построить по-особенному. И если уже говорить, допустим, о проблемном обучении, то, конечно же, снова вспоминаем, что здесь можно выстроить не только вокруг одной проблемной ситуации, но и вычленить несколько проблемных историй для нашего обучающегося. Так как в нашем кругу слушателей многие являются сотрудниками школьного образовательного учреждения, как сейчас принято говорить, организации, начального общего образования и так далее, позвольте все-таки начать с тех документов, которые вас окунут вновь и вновь в понятие воспитания. Многим из вас наверняка известно как раз-таки существование сайта как единое содержание общего образования. И вот на этом сайте есть целая разработка не только рабочих программ по тем или иным предметным областям, но и в том числе и воспитательной деятельности в школе. Безусловно, мы сегодня с вами поговорим и о деятельности патриотического воспитания в рамках детского сада. И даже те, кто уже скачал презентацию, наверное, заметил, что будут небольшие фрагменты авторских разработок в рамках патриотического воспитания. Но давайте все постепенно мы с вами проанализируем. И вот воспитательная деятельность в школе, почему здесь в первую очередь на этом слайде данный документ, да, он дается для начинающих, для начинающих педагогических работников, которые связывают свою деятельность как раз-таки с понятием учитель начальных классов, учитель-предметник, советник директора по воспитанию и так далее. Очень подробно, интересно и, знаете, даже как-то в какой-то мере очень легко описывается, как грамотно воспитывать. Воспитывать кого, казалось бы? В первую очередь, конечно же, себя и учеников. Ведь именно наш пример зарождает в наших учениках то зерно правильного воспитания. И здесь вот дается несколько скриншотов прямо с этого документа. Если будет интересно, вы можете дополнительно пройти по ссылочке и прямо по ссылочке буквально найти этот документ. Он небольшой. И самое интересное, что здесь предполагается, как и описание стилей, форм, методов, технологий, в том числе в целом, что такое советник директора по воспитанию, какие могут быть подростки, какие могут быть малыши, как с ними работать. И рассматривается терминология прямо вот с большим количеством наглядного материала. Вот для начинающих, да и в принципе для нас, еще раз повторить этот материал было бы интересно. Но в целом, конечно же, мы с вами понимаем, что если мы анализируем любое понятие, то ссылаемся на нормативно-правовую документацию. И вот нормативно-правовая документация, в первую очередь, это, конечно же, федеральный закон. Федеральный закон о 29 декабря 2012 года описывает, что воспитательная работа должна включать патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание и так далее. И здесь описано, в первую очередь, задачи патриотического воспитания ввиду нашей темы. Смотрите, создать условия для формирования, конечно же, у дошкольников. Ведь именно со ступеней дошкольного образования начинается вот это закрепление понятия патриота, гражданина своей страны. Ощущение не только страны, как Российская Федерация, но и ощущение, в первую очередь, что это моя родина. Моя малая родина, это, например, как в нашем примере, это Республика Башкортостан. А если иначе говорить, конкретно какой-то город, где ты там родился. И вот, начиная со ступени дошкольного образования, также наряду с документами, такими как Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, в том числе ФОП, который также имеется как на ступени дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, мы понимаем с вами, что основы гражданственности закладываются уже вот с малого. Ну и, безусловно, семья является областью как раз-таки патриотизма, поэтому о взаимодействии с родителями или законными представителями мы тоже с вами поговорим. И вот в рамках как раз-таки изучения того, как работать, например, начинающим педагогам, воспитателям, в том числе руководящим должностям, обязательно нужно понимать, что нам представляет как раз-таки нормативно-правая документация, что нам представляет Министерство. Министерство просвещения Российской Федерации, так как под ведомством находятся и детские сады, и школы, и сейчас в том числе вузы, СУЗы, мы понимаем, что Министерство просвещения Российской Федерации, конечно же, как палочку-вручалочку выкладывает все большое количество документов. Не поленитесь их изучить, ведь в любое время настанет тот момент, когда уровень саморазвития окажется неактуальным. То есть самообразование в первую очередь самого себя, нас, является главным. Здесь, опять же, для вашего внимания представлено в рамках изучения как раз-таки сайта, дается QR-код, по которому вы можете пройти и изучить такую настольную книгу, настольную книгу директора школы, где идет отдельно прям воспитание. Конечно, все остальные также имеют ссылочки, но мы же сегодня говорим о воспитании, и поэтому давайте еще раз вспомним, какие существуют как раз-таки здесь позиции. Если вспомнить, что гражданско-патриотическое воспитание, в том числе и духовно-нравственное воспитание, ведь они между собой как рядополагающие, мы понимаем, что в рамках гражданско-патриотического воспитания, так и как и духовно-нравственного, мы развиваем ценности, базовые ценности. Ну, например, как семья, допустим, социальная солидарность. В том числе и мы изучаем понятие гражданской идентичности ребенка, то есть он гражданин Российской Федерации. Здесь очень важно заметить, что вот этот документ, который так и называется «Настольная книга директора школы», а именно «Направление воспитания», позволяет продемонстрировать, что к традиционным ценностям относятся такие, как жизнь, достоинства, права, свобода человека, патриотизм, служение Отечеству, в том числе ответственность за его судьбу, созидательный труд, крепкая семья и так далее. А давайте вспомним нормативную правовую документацию как раз-таки дошкольного образовательного учреждения. Это также сталкивается с понятием родина, жизнь, труд. В том числе мы понимаем с вами, что все эти ценности, как бы они ни назывались в документах тех или иных, как раз-таки организаций, являются в первую очередь между собой связанными. Точно так же, как в детском саду существует преемственность, допустим, между начальной школой и детским садом, преемственность между начальной школой и средним звеном и так далее. Точно так же здесь красная линия, вот это ядро, оно прослеживается. То есть родина, мы понимаем, что с этим словом сразу же ассоциируется патриотизм, гражданственность. Моя любимая страна, например, может ребенок сказать. Ведь он знает, что именно его мироощущение тесно связано как раз-таки с родиной. И вот изучая данный документ, хотелось бы прокомментировать, что здесь дается как раз-таки так же скриншот этой книги. Обратите внимание, в разделе, допустим, как вы видите сейчас, например, направлений воспитания ПАВГОС, выделяется опять же какое? Гражданское воспитание и патриотическое воспитание. Да, в стандартах есть такое как раз-таки понимание, что в начальном звене идет гражданско-патриотическое воспитание, а уже основное общее и среднее общее образование разделяет его на гражданское и отдельно патриотическое воспитание. И вот тут дается как раз-таки в ходе скриншота, в ходе скриншота, который выдан из настольной книги директора школы. Я просто отвлеклась на вопрос, я увидела его, хорошо, чуть позже отвечу. Не прокомментировала насчет вопросов, вы можете, конечно же, писать в чате, либо в отдельной вкладочке со знаком вопроса. И уже в конце вебинара я отвечу. И здесь, конечно же, существует само понимание того, что гражданское воспитание, что в себя включает, и, конечно же, что включается патриотическое воспитание. Обратите внимание, что в себя включает гражданское воспитание, согласно, опять же, данному пособию, данной книги для того, чтобы понять, это не только создание активной гражданской позиции. То есть я гражданин своей страны, да, я гражданин. И начинается как раз-таки ощущение того, что, основываясь на культурных и духовно-нравственных ценностях российского общества, если мы рассматриваем далее, что включается в гражданское воспитание, это уважительное отношение к национальному достоинству людей, их чувствам и религиозным убеждениям, формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих, конечно же, противостоять идеологии экстремизма и так далее. Здесь всё подробно расписано, и важно, если вам будет интересно, пройдите, ещё раз говорю, по QR-коду и окунётесь в эту настольную книгу. Но, как уже было ранее прокомментировано, патриотическое воспитание выделяется отдельно, да, и вот патриотическое воспитание включает в себя и предусматривает формирование у детей чувства гордости за свою родину на основе знаний и осмысления истории, духовных ценностей достижения нашей страны. И, конечно же, обратите внимание, развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. Вы наверняка заметили, как вот буквально сколохнулось как раз-таки понятие и понятие как раз-таки туризма на территории вашего региона, в том числе и у нас. Также, конечно же, и в стенах детского сада, либо, например, школа, организуются мини-музеи по возможности. То есть всё нацелено на то, чтобы дети не только знали, но и проявляли уважительное отношение к истории нашей Родины. Далее, уважаемые слушатели, хотелось прокомментировать ещё один момент для вашего, опять же, кругозора. Существуют, конечно же, методические рекомендации по патриотическому воспитанию, а именно по государственной символике Российской Федерации. То есть, каким образом, например, нужно провести такое мероприятие, как поднятие флага. Вот в этой настольной книге есть прям специально подобраны все ссылочки, QR-коды и так далее, чтобы вы могли пройти и изучить детально. Вот здесь вы видите, что есть на странице методические рекомендации, к нему прикладывается QR-код. Не знаю, насколько будет эффективно вам сейчас пройти, но всё-таки обратите на это внимание. И самое интересное, что вот подобного рода настольные книги и руководство существуют, как и на ступени дошкольного образования, руководство в воспитании есть. И как раз-таки предполагает изучение, детальное изучение воспитательных мероприятий и, конечно же, преподнесение патриотических, в первую очередь, тематик. Каким образом, например, создать стенд, каким образом организовать утренники, связанные с патриотическим воспитанием. Мы все прекрасно знаем, что есть также утвержденный календарный план мероприятий на целый учебный год, который придерживается как и в образовательной организации, как в детский сад, в том числе и в школе. И вот здесь вот важно понимать, что с целью как раз-таки обеспечения единых подходов есть методические рекомендации по модернизации школьных систем образования. И снова это, опять же, в данной книге. И очень интересно подобран материал и познавательно. Здесь раскрывается абсолютно всё вокруг, опять же, направления воспитания. А я ещё раз подчеркну, что наряду с нашим как раз-таки документом, таким как Федеральный государственный образовательный стандарт, Федеральный закон об образовании, программы воспитания и так далее, актуальным является гражданско-патриотическое воспитание. Социальный заказ общества продиктовывает наиболее актуальный вариант направления. Мы это прекрасно с вами понимаем. И здесь, конечно же, большое количество даётся интереснейших материалов для того, чтобы вы погрузились всё больше. И уже говоря о документах непосредственно на ступени, как и дошкольного образования, хотелось бы уже конкретизировать, остановиться на ступени дошкольного образования. Почему? Потому что мы с вами прекрасно знаем, что, конечно же, разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства обусловлено с учётом как возрастных, так и индивидуальных особенностей, но на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. Здесь вы видите, кто ещё не знает, не знаком с документами ступени дошкольного образования, федеральной образовательной программы дошкольного образования, также прилагается скриншот как раз-таки, да, вот вы видите на слайде, надеюсь, потому что на самом деле с 2021 года большое количество документов претерпело изменения, и до сих пор некоторые из них изменяются, ну, например, на ступени, я знаю, что на ступени среднего общего образования ряд рабочих программ изменили, вот буквально недавно, то есть нужно просто окунуться в это. И вот интересно то, что когда мы с вами рассматриваем различные технологии, различные варианты форм, методов, средств реализации, да, патриотического воспитания, конечно, мы можем вспомнить и проведение квестов, и различных квизов, ролевых игр, в том числе технологий таких, как критическое умышление, конечно же, да, где ребёнок погружается в проблемную ситуацию и начинает, размышляя, например, над тем, почему, допустим, день семьи, любви и верности отмечается, допустим, летом, да, 8 как раз-таки июля. Например, кто-то будет считать другой датой этот непосредственно праздник. А с чем это связано? Или, например, почему эта улица названа таким как раз-таки именем? Чем заслужил этот человек, чтобы его назвали, в честь его назвали улицу, я не знаю, парк, сквер и так далее? То есть, опять же, создаётся проблемная ситуация, только правильно созданная проблемная ситуация вызывает как раз-таки вот эти вот мыслительные операции, которые помогают размышлять. И вот при реализации образовательных программ дошкольного образования могут использоваться различные образовательные технологии. Это и дистанционная эпидемиологическая ситуация, буквально которая сколохнула несколько лет назад, да, показала, что мы можем и в рамках таких как раз-таки дистанционных технологий провести мероприятия, посвящённые ко дню Великой Отечественной войны. То есть как раз ко дню победы, да, и мы понимаем, что огромное количество было видеосюжетов, связанных с этим, да, было, возможно, нелегко и, возможно, не было ощущения какого-то, да, контакта, но всё же произошло, но всё же мы проявили своё уважение к этому великому событию. Также хотелось бы прокомментировать, что дистанционные, конечно же, образовательные технологии, они должны быть использованы в меру, и поэтому усугублять положение здоровья, в первую очередь, личности, не стоит. А далее хотелось бы вновь и вновь вспомнить те ценности, на которых базируется ступень дошкольного образования, в том числе и базируется ступень начального общего образования. Это, например, гражданственность, патриотизм, жизнь, историческая память и преемственность поколений, также единство народов России. Вы наверняка помните, что эти духовные, духовно-нравственные, точнее, ценности, да, они рассматривались ещё в концепции Логинова и Данилюк, где изучалось как раз-таки понятие национального воспитательного идеала. Ведь данная концепция, которая была реализована до 2010 года при введении как раз-таки первых вариантов ГОС, когда Федеральный государственный образовательный стандарт сколохнул образовательную систему, конечно, конечно, тогда это всё было актуально, и оно было связано тоже с патриотической составляющей, с патриотическим компонентом, потому что мы понимаем, что если ребёнок уважительно относится к родине, к малой родине, понимает историческое наследие, культуру, да, он и также уважительно относится к своим родным, близким. Ведь всё это очень взаимосвязано. То есть его душевная доброта, она предполагает как раз-таки трепетное отношение к истории, к прошлому. А наше как раз-таки старшее поколение является непосредственно примером, является частью этого прошлого. И вот вся система перечисленных ценностей, она разделяется в рамках тех или иных направлений воспитания. В последующих слайдах вы, наверное, уже те, кто скачал, заметили, в презентации обозначены и целевые ориентиры и направления воспитания в ступени начального общего образования. Здесь же мы видим, ценность родины и природа лежат в основе патриотического воспитания. Почему? Потому что мы с вами осознаём, что, конечно же, данные ценности ярко демонстрируют как раз-таки патриотическое воспитание. Если мы говорим о пяти областях развития личности ребенка-дошкольника, то наверняка вспомните, это и познавательное, и художественно-эстетическое, и как раз социально-коммуникативное, и физическое, и речевое развитие. Они выделены согласно ВГОС и до сих пор не претерпели изменения, нежели, например, направление внеурочной деятельности, в рамках которого тоже реализуется патриотическое воспитание. Ведь мы с вами прекрасно знаем, что много существует рабочих программ, направленных на патриотическое воспитание. Целый ряд федеральных проектов в рамках нацпроекта образования, например, реализуется, опять же, по патриотическому воспитанию. И о них чуть позже, дабы это ступень начального общего образования, будем все-таки идти по преемственности. И вот если мы рассматриваем познавательное развитие, то, конечно же, ценность человек, семья, познание, родина, природа, предполагает, что реализуется отношение к этим знаниям о родине, о семье, о понятии вообще природы, окружающий мир, значит, то, что оно является частью страны. И то, что он тоже является частью огромной страны. И вот тут вот дается для вашего внимания, если все-таки вы являетесь сотрудником дошкольной образовательной организации, наверняка в курсе и знаете, что это воспитание отношения к знанию как ценности, приобщение к отечественным традициям, праздникам, воспитание уважительного отношения государственным символом страны, воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны и так далее. А если уже анализировать еще одну область, да, это социально-коммуникативное развитие, ну, давайте возьмем деток по возрасту, допустим, 5-6 лет. Мы видим, что воспитывать любовь и уважение к родине, к людям разных национальностей, проживающим на территории России, да, в том числе знакомить с государственным праздником является основной задачей по формированию основ гражданственности и патриотизма. Если уже говорить о детях более старшей группы, да, 6-7 лет, которые часто заявляют, что они уже не малыши, что они вот выше, чем эти ясельки, они, конечно же, задача воспитателя, это в первую очередь создать условия по как раз-таки воспитанию патриотического и интернационального человека. Чувства. То есть расширять уже представление детей о государственных праздниках и поддерживать интерес к событиям, происходящих в стране. То есть если вам будет данный материал интересен, то вы можете еще рассмотреть три области, получается, познавательно было предыдущий, да, слайд, а это социально-коммуникативное развитие. И все в рамках патриотического воспитания, потому что каждый из них является между собой взаимосвязанным. Дабы мы понимаем, что без, например, обучения нет воспитания, так же, как и без развития. То есть это вот три таких элемента образовательного процесса. Если будет так же интересно, обратите внимание на это пособие, которое так и называется «Я люблю Россию». Оно основывается на патриотическом и духовно-нравственном воспитании детей старшего дошкольного возраста. Также хотелось бы прокомментировать уже более детальные как раз-таки представления того, как реализуется и организовывается патриотическое воспитание в нашем регионе. Здесь представлены материалы различных как раз-таки авторов, в том числе и коллектива детского сада, одного из детских садов города Уфа. Посмотрите внимательно. Здесь, конечно, представлен такой режимный момент, когда дети изучают как раз-таки особенности народа, таких как башкиры и татары, и в том числе по данному сценарию дети еще изучают и остальные народности. Но самое важное, заметьте, вот если вы внимательно посмотрите фон, да, как раз-таки данного фото, то и предметно-развивающая среда, она нацелена не только на изучение, так скажем, минимального количества народности, но и, конечно же, дополнительные материалы существуют, в том числе и по всем областям развития ребенка. Ну, как полагается, да, в детском саду. А здесь также хотелось бы прокомментировать, что наш пример, пример именно педагогов, зарождает как раз-таки в умах, в сознании, в душе ребенка, вот это патриотическое чувство. Здесь дается небольшое фото воспитателей, когда они были подготовлены на как раз-таки мероприятия, посвященные к народному как раз-таки единству, прошу прощения. Немножечко интернет как-то нестабилен демонстрирует у меня, я надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Даже немножко поблекло, и как будто бы картинка пошла. Хорошо, спасибо, огонечек вижу. И вот буквально недавно также на территории Республики Башкортостан проходила международная книжная ярмарка Китабайра, которая представляет уже второй раз на территории Республики, в том числе на базе нашего университета, была организована эта книжная ярмарка. Почему? Потому что... Спасибо. Как вы... Нет, я вас вижу, Светлана Николаевна, среди участников. Спасибо. Смотрите, почему я решила представить вам данное мероприятие? Ну, во-первых, продемонстрировать, что через такие масштабные мероприятия у подрастающего поколения формируется сознание того, что есть элементарные, например, игры различных народов. В том числе и потому, что дети, расхаживая по всей этой территории, а территория на самом деле огромная, она буквально заполонила всю площадь. И самое интересное, что там не только книги, не только интересные материалы, допустим, классических как раз-таки жанров, да, но и в том числе, еще раз говорю, игры на различных народов. И мастер-классы проходят. А самое важное, что в свободном таком месте, где можно себя почувствовать частью истории, конечно же, ребенок начинает все больше осознавать вот это вот духовно-нравственное, патриотическое как раз-таки ощущение. Потому что ученики, в том числе и студенты, в том числе и взрослые, да, которые уже, в принципе, казалось бы, много что знают о нашей стране, всегда откликаются положительно от данного мероприятия, потому что оно на самом деле сплачивает. Но, естественно, здесь и песни, и танцы, и в том числе различные там конкурсы проходят. То есть можно, конечно, сказать, как книжный сабантуй, но все-таки это китабайран, то есть как раз книжная ярмарка. И вот уже в этом году она буквально недавно прошла, вот в мае, а сейчас, сейчас вот мы готовимся уже ближе как раз-таки к концу учебного, точнее, не учебного года, а к концу лета уже к фестивалю «Айда играть». То есть оно тоже предполагает подключение как раз-таки и реализации духовно-нравственной гражданской патриотической направленности. Там, конечно, широкий также спектр различных конкурсов и мастер-классов предусмотрен. И вот обратите внимание, опять же, если мы с вами анализируем, да, такие мероприятия, казалось бы, да, не каждый может участвовать в этих мероприятиях в связи с тем, что, ну, элементарно не находится на территории этого региона, но ведь мы можем организовать такого рода и у себя в детском саду, в школе, не просто разложить книжки и сделать фото, как обычно делают некоторые, так скажем, личности, которые не вкладывают в эту душу, и всё на этом забыли. Или, например, там сходили в библиотеку один раз, дети вроде увидели, что такое библиотека, а больше даже об этом не вспоминали и не узнавали. А где же тогда вот это вот формирование как раз-таки чувства патриотизма через технологии, которые вы применяете? Получается, вы даром тогда проходили один раз в библиотеку и обратно вернулись, сфотографировали у стенда детей и достаточно. Вот всё же, вы, наверное, заметили, да, такой вот призыв, всё же есть ощущение того, что в первую очередь мы начинаем с себя. Если мы анализируем, разрабатываем, здесь вот даны, например, разработки с нашими студентами по изучению народов не только страны, как Российская Федерация, но и в целом мира, когда дети рассматривают, разглядывают костюмы, когда узнают интересные имена, когда узнают какие-либо страны, они начинают анализировать. И, конечно, это идёт в рамках технологии критического мышления, то есть когда ребёнок начинает вот сам искать на вопрос ответы, а мы, как педагоги, начинаем ему подсказывать. Ведь можно использовать материал, как и музыкальные инструменты, которые будут интересны для детей, возможно, более младшего возраста, допустим, дошкольного. Возьмите хотя бы три варианта, если вы думаете, что у вас дети не настолько смогут выполнить эти задания, что они для них сложные. Возьмите, например, национальное блюдо. Даже задумалась, сразу же не смогла ответить. Национальное блюдо, национальные костюмы или, может быть, сказки. Ведь даже в сказках мы прослеживаем вот это патриотическое как раз-таки воспитание. Почему бы не рассекретить сказку, допустим, «Каша из топора»? Почему бы её не проанализировать дальше? Или найти подобное у других народов? Ведь каждый из них между собой взаимосвязан и по сюжету чаще всего похож. Просто там есть своеобразные имена в соответствии с этой народностью, которые для нас кажутся какие-то совсем другие. Конечно же, всё это элементы. И вот уже вы, изучая ту или иную сказку, а дети любят сказки изучать, и очень хорошо, что всё-таки многие из детей любят изучать сказки. И вы тогда и как раз-таки начнёте раскрывать элементы гражданско-патриотического воспитания и не только. И не только лишь потому, что дети начнут вам сами своими вопросами задавать вот эту траекторию движения. И, как уже и обещала, для тех, кто не знает, не в курсе, что существует практическое руководство воспитателя о воспитании, что существует целая программа по воспитанию, и оно как раз-таки данная программа, и в том числе практическое руководство, разработанное Институтом изучения детства, семьи и воспитания. Здесь предлагается QR-код, по которому вы можете пройти и детально рассмотреть. И напоминаю вам, уважаемые слушатели, что, конечно же, когда мы хотим проанализировать, насколько правильно преподнесено занятие, например, в рамках детского сада, конечно, мы можем составить своего рода чек-лист. Ну, сейчас так модно говорить, да, чек-лист. Как мы бы просто сказали, вопрос, опросник, анкета, список вопросов или карту наблюдения, да, И здесь есть как раз-таки пример такой карты, такого чек-листа, где прописывается как раз-таки, что педагог формирует у детей бережное отношение к природе, к культуре, традициям, символики родного края, и отмечается, насколько это проводится или вообще не проводится. Или, например, знакомят с символикой государства, флагом, гербом, гимном и их значением. Опять же, нужно гадаться, да, насколько это реализуется. Также есть момент того, что формирует элементарное представление об истории государства и истории быта народов России. Знакомят с народной игрушкой, историю ее возникновения. Я сейчас не могу вам прокомментировать тот момент более детально, да, дабы у нас регламент времени, да плюс еще не хотела бы отвлекаться сильно, но все-таки, когда мы говорим о народных игрушках, вот вы задумайтесь, о каких народных игрушках знают ваши дети. Дети имеются в виду воспитанники, например, детского сада, если вы воспитатель, если вы педагог доп. образования, тоже есть у вас наверняка дети, которые приходят вам на доп. образование. Если вы учитель, то значит ученики. Если вы родитель или законный представитель, то, наверное, ваши собственные дети тоже есть. И так далее. Ну и просто для будущего. Какие народные игрушки дети знают, а вы сами какие знаете? То есть, когда мы начинаем думать, ну вот первое, что включается, наверное, в голову, в ассоциации с этим понятием народная игрушка, это, наверное, кукла, да? Такая тряпичная кукла, либо соломенная кукла. Вот когда мы с детьми как раз-таки проходили по вот этим областным мероприятиям и наткнулись на мастер-класс по изготовлению куклы, то младший ребёнок задал вопрос. Почему мама у этой куклы нет лица? Почему нету бровок? Почему нету там ротика и так далее? И вот этот как раз-таки человек, который проводил мастер-класс, постарался ей объяснить. То есть, в принципе, то, что существуют такие виды кукол, они знают. Знали и знают. Но вот саму логику они потеряли. Почему нет лица? И, конечно, это, опять же, связано с нашей историей, связано с тем, что мы воспитаны таким образом. Но в целом, в целом, можно приводить большое количество примеров народных игрушек, игр. Самое радостное, что это возрождается, что сейчас начали всё больше и больше вспоминать то, как детей можно окунуть в это. И здесь, в рамках, опять же, этого опросника, есть такие, например, организуют тематические занятия, целевые прогулки, экскурсии. Или, например, создают условия для самостоятельно творческой деятельности дошкольников. Излагают информацию в доступной для детей форме. И, опять же, предполагается градация. Также для вашего внимания даётся снова ссылочка на сайт официального документа. И, конечно же, стоит вспомнить о таком направлении воспитания, которое носит название, если на ступени дошкольного просто патриотического воспитания, то уже на ступени начального общего образования гражданское патриотическое воспитание. Здесь подчёркивается, конечно же, то, что этот целевой ориентир наряду с другими целевыми ориентирами прописан в программе воспитания для общеобразовательных организаций и демонстрирует, в первую очередь, то, что необходимо участвовать в жизнедеятельности класса. Это и взаимодействие с родителями и законными представителями, в том числе. И, конечно же, подчёркивать имеющие, так скажем, да, как раз-таки государственные символы Российской Федерации, но и в том числе вашего региона. То есть региональный компонент, он здесь обязательный, чтобы дети знали о родине и, в принципе, понятие малой родины. А также для вашего внимания здесь представлено несколько разработок. Это пример как раз-таки авторской разработки со студентом. Когда-то ещё энное количество, так скажем, лет было, но всё-таки не десяток. Более такая одна из свежих работ, где мы постарались показать, что существуют такие как раз-таки книжки, как ещё называют малышки, либо ещё говорят мягкие книжки. Кто говорит, что это просто мягкий модуль, да, у кого что на ум приходит. Но самое важное, что основывается на духовно-нравственном, на гражданско-патриотическом воспитании. Ребёнок может как и открепить эти как раз-таки детали, потому что они все на липучках. Если вот рассматривать данный разворот, узнать о народностях. В том числе вот эти яблочки имеют как раз-таки прозрачную такую вкладочку. Можно, они как кармашки, можно туда вложить как раз-таки своё фото, фото своих родных и составить родословную. Также здесь имеются военные символы героя войны, факты войны, города герои и так далее. То есть оно выполнено настолько душевной теплотой, что каждый ребёнок, а в конце ещё есть как раз-таки элемент того, что ребёнок должен отрефлексировать, он составляет портрет своего, да, как раз-таки образа может, если ему не понравилось, то он может приложить слезу, он может сделать, допустим, кривую улыбку и так далее. То есть каждая деталь, опять же, имеет такую возможность закрепляться заново. То есть идёт такая универсальность. Но также для вашего внимания представлена ещё одна работа, работа как раз-таки со студентом, который является учителем начального класса сейчас, и он называется «Дом секретом». И здесь очень важно заметить, что дом как раз-таки ассоциируется с понятием чего. У любого ребёнка дом ассоциируется с семьёй, да, с тем понятием, что там заботится о тебе, любит, тебя ценит, что ты тоже в этом доме чувствуешь себя защищённым. И было интересно, что дети сами, это первый класс, кстати говоря, предложили учителю сделать общую, вот как раз-таки общие фото, и закрепить на одном из этажей этого дома, чтобы они видели, что является частью этого дома. И вот тут представлено несколько карточек заданий, потому что «Дом секретом» был нацелен на то, чтобы и предусмотреть региональный компонент. Дети, изучая задания, ну, например, сейчас, допустим, какой длины будет слово «УФА», если каждая буква будет занимать один сантиметр. Да, здесь идёт межпредметная связь с математикой. И вот они изучают как и слово, так и изучают единицу измерения, да, величины. Но и в том числе, обратите внимание, есть такие задания, которые связаны заслуженными деятелями в области медицины, здравоохранения, в том числе и математической области, да, филологии и так далее, которые подталкивают на изучение известных людей нашего региона. То есть не только на территории Российской Федерации, что изучается в рамках разговора, важно, да, но и в том числе и нашего региона. А в нашем регионе есть тоже знаменитые люди, учёные, так скажем. И вот тут представлено большое количество карточек, их более 30, и поэтому вот одни из таких, скажем, интересных, они разделены на позицию сектор приз и моя родина. Ребёнок изучает, получает определённые баллы, жетончики, с удовольствием подключался первый класс. Вот, и далее также есть, несколько раз уже говорила о том, что, конечно же, региональный компонент, он подталкивает на изучение патриотического воспитания, то есть на изучение Родины. И здесь очень важно, что насколько творчески вы подойдёте, насколько раскроете свой душевный мир, свой, так скажем, богатый мир, потому что здесь уже работа с другим студентом, это юрта идей, где в каждой юрте имеются определённые задания, потому что цвет олицетворяет то или иное задание, ну, например, белый, значит, определить ключевые моменты, мы связали это для того, чтобы было безопасно, долго думали, из какого материала делать, но почему-то нам показалось, что связать будет легче, развивали мелкую моторику. И вот также представлены как раз-таки карточки, которые помогают изучать от имени герой, как раз-таки является вот эта девушка Мария, она начинает рассказывать о друзьях своих, которые живут в Уфе, которые живут там в ближнем зарубежье, то есть идёт охват не только Малой Родины, но и вообще на планете Земля. И также по этапам, так как имеется несколько этапов, дети выстраивают карту республики. Вот вы видите здесь, это уже четвёртый класс, что здесь ученица как раз-таки собирает пазл, они сделаны на магнитной основе, то есть мы специально распечатывали, вырезали и так далее, и тому подобное делали. И смотрите внимательно, конечно же, вопросы у вас в большом количестве, наверное, копились, потому что я вижу, что мне там во вкладке «Вопросы» точно два вопроса моргают. Так, вот во вкладке «Вопросы», если у вас сейчас есть вопросы, пишите, пока отвечаю на те, которые есть. И ещё прокомментирую. «Главное современной педагогики – это воспитание духовной стороны человека». Это слова Константина Дмитрия Ушинского. Да, вот как раз-таки Дмитрий Базилевич написал данную цитату в ответ на мой последний слайд. На самом деле цитата была подобрана специально для того, чтобы мы понимали, что именно Константин Дмитриевич Ушинский привнёс большой вклад в понятие патриотизма. Именно его как раз-таки идеями зародились различные такие как раз-таки пособия, как родное слово, и это родное слово было издано для всех. А самое важное, вот ещё раз, возможно, для кого-то повторюсь, но всё-таки не устаю говорить, именно Константин Дмитриевич Ушинский пропагандировал изучение родного языка в семье. То есть любой слой населения, любое сословие, точнее, могло изучать. И что оно нужно для всех, а не только для, ну так скажем, особых. Хотя сейчас мы знаем, что понятие «особая потребность» имеется в виду совсем другую категорию обучающихся. И вот замечательные слова пишет Дмитрий Базилевич, но жаль, что понятию «духовность» можно дать множество интерпретаций, которые могут порой и противоречить друг другу. Да, я понимаю, о чём вы говорите. На самом деле важно осознавать, что понятие «духовно-нравственное» есть в воспитании, понятие есть «гражданско-патриотическое воспитание». И вот как раз-таки был вопрос такого рода, сейчас, также о Дмитрии Базилевича, что к традиционным ценностям отнесено преобладание духовного над материальным. Скажите, пожалуйста, как это понимать в широком и узком смыслах? Спасибо за интересный вопрос и, в принципе, за обратную связь, потому что обратная связь, она вдохновляет и, в принципе, окрыляет любого спикера. Вы это прекрасно понимаете. Любого деятеля, который находится в профессии «человек-человек», конечно же, когда идёт обратная связь, это прекрасно. Я сугубо лично своё мнение выражу, надеюсь, кто-то ещё, возможно, поддержит, либо противоречие своё выскажет. Когда мы говорим, что есть духовное над материальным, это вот как добро невозможно соизмерить. Вот если человек, он родился добрым, он стал добрым, вот невозможно, это не навык, это вот что-то духовное. Вот он такой, потому что у него есть добрые качества. А, казалось бы, ещё одного человека пытаются вырастить добрым, но всё-таки отрицательные, негативные какие-то влияния на него воздействуют быстрее и ломают его духовность. Если уж говорить ещё, то проанализировав духовность и материальное, мы знаем прекрасно, что материальное – это вот то, что мы можем ощутить. А духовность мы почувствовать, потрогать точнее не можем. Вот у нас, например, материальное, например, ноутбук, за которым я сейчас лицезрею вас. А у кого-то этого ноутбука нет. И во время, кстати говоря, эпидемиологической ситуации, наверняка в вашем регионе, может, так было, не знаю, но у нас были случаи, когда начали бить тревогу ученики, и у которых интернет был вообще слабый или отсутствовал. Вот это материальная ценность, да, казалось бы. Но ведь важность не в том, насколько у тебя высокочастотный интернет или какой-то смартфон, в конце-то концов твоё жильё, может быть, ты в апартаментах каких-то живёшь. А вот если мы понимаем, что это мы не можем как раз-таки потрогать, а просто ощущаем, это более духовное. Как вот, например, с таким понятием доброта. Человек добрый, он сразу как бы заметен, по крайней мере для меня. А человек, который также испытывает чувства, но духовное, как лицемерие, например, это тоже заметно, потому что всё-таки вот это вот чувство, оно подсказывает, вот интуиция, что ли, можно так сказать. Но это уже другая история, конечно же. А вообще, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что в этом мире много что является материальным, и каждый из нас гонится за этим материальным ощущением и чувствует себя, возможно, богатым, но, к сожалению, не духовно богатым. Как вот ещё есть цитата как раз-таки знаменитая Амархаяма, да, что, точнее, стихотворение целое, что вот как раз-таки, кто душой не дорос, тот выше тянет нос, да. Вот поэтому, если у вас есть ещё вопросы, уважаемые слушатели, задавайте, пишите, я вижу, вроде вопросов нет, да. Тогда позвольте, позвольте прокомментировать ещё раз, что, конечно же, воспитание духовной стороны человека является главной в нашей современной педагогике, и это комментировал ещё самый, один из известнейших педагогов, Константин Дмитриевич Ушинский, именем которого, в честь которого, точнее, был назван как раз-таки предыдущий год. Поэтому вам спасибо, что вы были с нами, благодарю вас за внимание и очень надеюсь, что материал был полезный. Если у вас будут уже вопросы по получению сертификатов и так далее, вам ответят организаторы. Я благодарю вас за внимание.